Здравствуйте, дорогие зрители студенческого научно-популярного телеканала Казанского Федерального Университета, Универ-ТВ. Сегодня у нас в гостях русский общественный деятель, меценат и предприниматель, учредитель фонда «Царьград» Константин Валерьевич Малафеев. Здравствуйте. Константин Валерьевич, спасибо большое, что уделили нам время. И начать наш диалог мы хотели бы с вопроса о том, в чем, на ваш взгляд, заключается духовная миссия России. Быть катеханом. Во втором послании фессалоникицам апостола Павла сказано, что этот мир будет существовать, или, как сказано прямо словами апостола, не случится тайна беззакония, пока не будет изъят из среды удерживающий сей, удерживающий по-гречески катехан. И святые отцы православной церкви учили, что под удерживающим имеется в виду империя. Пока будет существовать империя, римская империя, потому что во времена апостола Павла она и называлась империей, до этой среды не прекратится ход истории, не случится конец мира, и в мир не придет антихрист. Вот что такое духовная миссия антихриста. Именно так понимали наши святые и лучшие русские мыслители нашу роль в мире. Именно так ее, кстати, понимает президент Путин. Помните его чрезвычайно точно богословское высказывание. А зачем нам такой мир, в котором нет России? В указе президента Владимира Владимировича Путина от 8 мая провозглашается опора на традиционные российские нравственные ценности. До этого был указ об укреплении духовно-нравственных ценностей, традиционных для России. В связи с этим такой вопрос. Среди достаточно широкого спектра этих ценностей, какие бы вы назвали приоритетными в сложившейся ситуации? Это один и тот же указ, о котором вы говорили. Вы, наверное, указ об историческом просвещении имели в виду, который был недавно написан. А основы государственной политики в области сохранения и укрепления традиционных ценностей утверждены тем же самым указом. Так вот, там 14 ценностей основных. И среди них, конечно, главные, абсолютно главные наши ценности — это приоритет духовного над материальным. Это нас совершенно отличает от западного мира, в котором давление материального над духовным продолжается уже очень-очень давно. Наверное, последние лет 700. Были так называемые паломистские споры в начале XIV века между святым Григорием Паломой и Варламом Калабрийским. И вот именно тогда наша восточная часть христианской цивилизации пошла по пути личного познания Бога, мистики, приоритета духовного над материальным. А западная часть христианства пошла по пути рационального природа и мироведения. Это привело их, безусловно, к развитию того, что сейчас называется наукой, а тогда называлось магией. А нас привело это к тому, что мы сейчас с вами понимаем, что есть вещи дороже материального. Ни деньги, ни материальный мир не могут сравниться с любовью, семьей, такими вещами, которыми мы с вами живем по-настоящему. Иначе бы не было понятно, зачем умирать, зачем служить. А это главное в нашей цивилизации — служить. Служение — долг. Потому что в нашей цивилизации основными и главными сословиями на протяжении этих 700 лет были духовенство и армия, и воинство. Оба этих сословия служат. И служат до смерти. Солдат может всегда умереть. А священнослужители служат всю свою жизнь. В их цивилизации главными героями стали те, кто зарабатывает деньги. Сейчас это называется списком участников Forbes, а до этого называлось как-то по-другому, богачами. У них были созданы даже специальные религиозные течения, например, кальвинизм, который считает богатство благословенным, чего нет в нашей цивилизации. Вот тогда мы и разошлись. Именно поэтому, возвращаясь к указу президента и к нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, мне представляется, что именно приоритет духовного над материальным является отличительным для нашей цивилизации. Как вам кажется, как можно включить вот этот тезис в систему образования и, в частности, в историческое просвещение? Именно таким путем рассказывать об этом. Рассказывать о том, что мы разная цивилизация. Прежде всего. Я полагаю, что вообще преподавание истории у нас как истории отечественной и истории всеобщей — это ошибка. Но это ошибка не сегодняшняя и даже не советского времени, это в XIX веке появилось. Потому что в результате что мы делаем? Мы преподаем историю России, а одновременно преподаем всеобщую. И получается, что у нас в истории России она как-то сама собой идет, а вот всеобщая история, у нее есть какая-то логика ее внутренняя. И Россия, просто потому что ее там нет технически, она на задворках этой всемирной истории. А это не так. Вот в своей книге, которая здесь у нас стоит, я пишу, что Россия — империя, которая всегда была в центре мировой истории. И именно так надо преподавать историю. И только тогда наш ученик, студент правильно будет ориентироваться в окружающем его мире, а не считать себя на задворках западной цивилизации, как он считает, потому что там выходят самые новые музыкальные клипы, самые дорогие голливудские фильмы. Ему представляется, что там все, а здесь у нас почти так же, как у них. Нет, у них другое. Вот есть Китай, есть Индия, есть Африка, а есть Россия. Это другая цивилизация. Есть Америка, есть Западный мир. У них свои собственные пути развития. У них там может происходить разные всякие вещи, типа там Евровидения, с какими-то трансгендерами, бесами, трансгуманизмом. К нам это не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Мы же не обсуждаем серьезно. Вот вы знаете, что сейчас происходит, например, где-нибудь в индийской цивилизации, в обсуждении у них, у их каких-нибудь хинду-сапхи, что там сейчас в отношении индуистской философии происходит, и какие последние течения. Вам даже в голову не приходит. А там полтора миллиарда человек живет. Ну а мы Индией не увлечены, а вот этим близлежащим мы увлечены. Это разные для нас цивилизации, другие культуры. Мы их с интересом изучаем, но мы не такие, как они. Поэтому мы должны преподавать историю с Россией в центре этой истории. Потому что мы живем в России. Насколько я помню, ваша организация, Церберат, выступила с комплексным предложением поддержки демографической ситуации в России, причем очень серьезно проработанная именно материальная часть. Но вот сейчас слушаю вас, и у меня складывается впечатление, что все-таки вы считаете, наверное, что материальное это не все для того, чтобы улучшить нашу. Конечно нет. Просто материальное тоже нужно. Этим все не заканчивается. Вообще в современном мире за последние сто лет, примеры, когда в странах вместо демографического кризиса наступал демографический подъем, их не так много. Но, собственно говоря, таких выдающихся два. Это Израиль и Соединенные Штаты Америки времен Бэйби Бума, 50-х годов XX века. Вот Израиль достиг этого исключительно религиозным путем. Причем, что израильские и еврейские семьи религиозные имеют много детей, именно из религиозных соображений, то и израильские и арабские в семье из религиозных соображений имеют такое большое количество детей. И у них коэффициент рождаемости растет. А у нас падает. И во всей Европе падает. А в Америке в 50-е годы как раз было достигнуто скорее материальным, хотя тоже не без культурного начала. Это была комплексная государственная политика по переезду людей из бараков городских, то, что мы сейчас назвали бы многоквартирными домами, на землю в свое собственное индивидуальное жилье. 35 миллионов американских семей было перевезено в свои частные дома. Они стали называться suburbs, предместьями. У них стали самые лучшие школы. Появилась эта культура на велосипеде, едет в магазин кто-то. Скулбасы приходят за ребенком, потому что предместья стали достаточно обширдные, потому что это не многоквартирные дома, а до школы достаточно далеко пешком. И таким образом возникла та Америка, в которой суммарный коэффициент рождаемости стал расти. Женщинам стало быть возможно домохозяйками в таких больших домах. Появился образ у Голливуда и у американского радио ранних браков, потому что, помните, поцелуи первые на выпускном вечере, потом они уезжают в закат, у парня почему-то уже своя машина в 17 лет, сегодня уже умеет водить, ну где-то подрабатывает, а потом сразу свадьба. Вот, собственно говоря, этот образ стал внедряться массово по госзаказу в сознание масс. Его не было в 20-е годы в Америке, он появился в 50-е. Так вот, и материальное, индивидуальное жилье с ипотекой, с поддержкой и строительством коммуникации и школ, как в Америке, и религиозное сознание, как в Израиле, вот это две части той политики, которая должна у нас проводиться, если мы хотим не прийти через 6 лет к тем целям, которые у нас сейчас, к сожалению, утверждены, то есть это 1,7 рождения на одну женщину, то есть это значит, что мы запрогнозировали себе в государственных целях вымирание, потому что коэффициент воспроизводства 2,1. Для того, чтобы он действительно у нас стал выше, чем 2,1, мы должны работать над ранними браками и большим количеством рождений. Есть два примера, конечно, их надо взять на вооружение, это и развитие индивидуального жилья, Америка показала, что это работает, это большая страна, похожая на нас по размерам. Да, кстати, у нас в это время, спасибо Хрущеву, наоборот, из деревень всех свозили в бараки в Хрущевке, и коэффициент рождаемости стремительно падал, потому что в Хрущевке трех детей завести невозможно. И пример Израиля, это, соответственно, повышение религиозности общества. Вот это две составляющие успеха, повышение религиозности общества и строительство индивидуального жилья вместо многоквартирных домов. Константин Валерьевич, какие способы донесения информации до современной молодежи вы бы считали самыми эффективными, и какова в этом контексте роль учителя, средств массовой информации, лидеров общественных мнений? Телеканал ЦРГ, его легко посмотреть на смартфоне. И телеканал УнивертВ. И телеканал УнивертВ, безусловно. Это самая лучшая манера донесения и возможность донесения. А так я бы обращал внимание, что активные молодые люди, которые хотят найти себя в медиа, должны понимать свою ответственность. К сожалению, очень много вот этого ТикТока, когда просто там, не знаю, кто-то кого-то бьет, ерошит волосы, кота в мусорку выбрасывает. В общем, достигает вот этого хайпа любым путем. Это, конечно, все прекрасно, но просто вам же не 12 лет. Но почему люди в 25 себя так ведут? Что за инфантилизм? Сам Македонский к этому моменту всю Азию завоевал. А тут 25 лет котов мучают для того, чтобы его больше посмотрели, потому что он еще молодой, у него вся жизнь впереди. Надо как-то брать больше на себя ответственности, вести по-взрослому. Пусть лучший 19-летний человек рассказывает свои мысли про историю, политику. Пусть он говорит о серьезных взрослых вещах. Но правда, вы же уже взрослые. Я помню себя в этом возрасте. Я был в 19 лет в Белом доме в 93-м году, когда по нему танки стреляли. Но мы очень рано взрослели в 90-е годы. А сейчас, к сожалению, этот процесс затянулся. Это я не ворчу, как любое старшее поколение из Сирии, что мир изменился. Вы, наверное, знаете, что первый раз стинания о подрастающем поколении возникли в египетском папирусе, которому 3000 лет Дрождества Христов, где было сказано, о поколении не то пошло. Поэтому это всегда так будет. Но я про другое. Я про то, что чем раньше вы повзрослете, тем на самом деле раньше у вас жизнь нормальная начнется, настоящая. Потому что вот эта жизнь с котами, хайпом и крашенными волосами, она же только подготовка. Это же пока такая младенческая жизнь. Не настоящая. А ваше настоящее — это там, где вы начнете судить о взрослых вещах. Начинайте. Пусть ошибаются люди, пусть не то говорят, но пусть говорят о взрослых вещах. И тогда вот эта активность обязательно приведет к тому, что у нас сейчас победа, ради которой мы все сейчас живем и работаем, она будет достигнута не меньшинством патриотического населения, которое либо воюет, либо помогает фронту, а большинством. Потому что патриоты зачастую, они более стеснительные, они не говорят. Патриотических блогеров среди молодежи очень мало, а патриотов среди молодежи много. Я их видел на фронте, я их знаю, этих волонтеров быту, но они блоги не ведут. А блоги ведут те, у которых, соответственно, интерес про котов и про цвет прически. Пусть патриотические ребята, и особенно девчата, потому что мы не призываем их на фронт, пусть они скорее ведут эти блоги, и пусть общий патриотизм среди молодежи, он будет очевиден. Я думаю, что вот это то, каким образом можно до молодежи донести правильный мысль путем молодого же слова. То есть получается, что преподавателей-то у нас много, вот учителей не хватает. А кого бы вы сами назвали своим учителем, кто на вас наибольшие впечатления произвел и наставил на путь истинный, на ваш взгляд? Илья Сергеевич Глазунов. Илья Сергеевич Глазунов был моим учителем. Я в 13 лет отстоял очередь в 7 часов в Манеж московский, где была выставка его картин. Тогда еще не был с ним знаком, я познакомился с ним позже. И он очень много мне рассказывал. Он был таким хранителем Российской империи внутри Советского Союза. Он стоял у истоков создания Всероссийского общества, охраны памятников. Его собственные мастерские напоминали просто имперский Петербург. Он много об этом рассказывал. Кстати, он тоже любил древнюю историю, как и я. Илья Сергеевич, он такой человек Российской империи внутри Советского Союза, который на меня очень сильно повлиял. У меня были и другие учители, они просто менее известны. Поэтому я говорю скорее об Илье Сергеевича. Константин Валерьевич, мы уже обращались к работе, которая у нас здесь представлена. Два года назад вы выступили автором обширного трехтомника «Империя» под общим названием «Империя». Можете поделиться с нашими зрителями результатами вашей работы, вашими выводами и ответить на вопрос, есть ли империи и какие они? Что такое империя? Ну, чтобы слегка поделиться, нам нужно часа полтора. У нас их нет. Но я бы хотел сказать, что империя — это мы. Если мы хотим передать своим детям настоящую Россию, мы должны поверить в себя. империя — это и то, что мы есть, и то, чем мы должны стать, и мечта о нас. Это выше того, что сегодня представляет себя Российская Федерация. Но это то, что она должна из себя представлять. Ну вот, например, во всех областях существования государства. К примеру, что такое империя? Это царство царства. Что такое Российская Федерация? Это федерация, субъекты федерации, собрания. Просто это республиканская империя. Это слабая империя. Сильная империя — это царство царств. Слабая империя — это называется федерацией. Если она имеет республиканскую форму правления, то, конечно, слабее империй, потому что именно империя заменила республику, а не наоборот. В свое время, в Древнем Риме. Второе. А в империи империя всегда уверена в своем авторитете и в своей центричности. А мы сейчас с вами начали разговор С того, чтобы мы обрели наконец суверенитет. В империи не стоит вопрос о суверенитете. Империя внутри себя уверена в своей исключительности, как уверены Соединенные Штаты, например, или Китай, а мы нет. Индия даже уверена, которая была колонией 60 лет назад, а мы нет. Мы друг другу доказываем немножко скромно о том, что мы не совсем Запад. У нас свой путь, суверенная демократия. Мы не суверенная демократия, мы Россия. И это центр мира, потому что мы наследовали ту же корону, тот же титул и тот же престол, который был у Константинополя Второго Рима, у Рима, Древнего Рима. А туда он перешел в качестве наследства от Древней Восточной Империи, которая существовала 2000 лет в Месопотамии. Мы хранители этой короны. Человеческая история не менее увлекательная, чем «Игра престолов» или «Властелин колец». Если посмотреть на нее с точки зрения существования главного государства в мире — империи. И это мы. Поэтому, если кому интересно узнать об этом подробнее... Обращайтесь к работе Константина Валерьевича. Давайте тогда попробуем сделать еще одну вещь. Мы хотели бы просить вас одной фразой охарактеризовать нескольких подобранных нами исторических личностей — философов, полководцев, общественных, религиозных деятелей. Одной фразой. Давайте. Давайте. Великий князь Владимир Святославич. Креститель Руси. Василий Великий. Вселенский учитель. Михаил Васильевич Ломоносов. Русский гений. Патриарх Тихон Белавин. Великий святой. Константин Валерьевич Малафеев. Раб Божий. Спасибо большое, Константин Валерьевич. Спасибо большое. У нас в гостях был Константин Валерьевич Малафеев. До скорых встреч. Надеемся, это станет доброй традицией. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин